всем привет вы видите и слышите алексея халецкого канал лёша играет не забывайте подписываться ставить лайк и продолжаем знакомиться с релизной версии химан кайнд если вы случайно откулись на это видео то лучше к первой серии перейдите ссылка есть в описании к этому ролику но спонсоры канала уже все в сообществе видят в парке сообщества могут посмотреть много серий также напоминаю делайте клипы пожалуйста соберем потом такой мини-видео о хьюман канди что тут интересного то есть что вас тут поразило заинтересовало об этом и делайте видео пожалуйста ну что светилища везде строим обрабатываем рез и захватываем территории хотя нам тут уже территории мало осталось забрать его думаю может еще эту как-то у черного ну тут вообще эти кассеты видите дурку регалзу сидят что вполне вполне это моя территория на самом деле сколько мне надо 90 давайте пока тут откроем что тут есть блин не пойму ты там это медь у них да ну тут железо и соль как минимум так какой-то договор предлагает гуны общая логистика давайте объединяются транспортные системы почему нет мы глянем что еще поторговать у него можно ничего у майя ничего мне кажется все таки майя является этим все зря хотя тут него и так если у него все-таки ресурсов на рассветка это его ресурсы ладно так в керме ступу достроили но можно еще строить но только это в другой территории видите почему нет хороший хороший райончик что у нас кстати так скорость перемещения по суше плюс один и бонус к боевой мощи при разграблении а тут присоединение ванна поста на 10 процентов дешевле так а в принципе что у нас тут маурия идеологическая близость всегда на максимуме продвигать но нам пока тут негде продвигать и тратить деньги о сам нах я а где он у нас будет этот слон вот он следующий ну я бы все начало в философию вышел а потом можно то есть фортификации филос регулярная армия фортификации философии потом можно и верховный бой прибыль от разграбления выше всадники хотя а что там требуют эти уникальные слоны вообще ничего не требует 30 силы рискнуть посильнее в этой эпохи вообще нормально и правда мне воевать не с кем я бы скорее на морские эти после после ступы здесь сделаем порт таким так ну пока все этим я ребятам все еще не могу до войну объявить уют какие-то юниты даже уже появились скауты так можем железо обрабатывать финикийцы ахименидами стали нас грабят первое разграбление полюбоваться красотами отдать должное местной культуре а затем забрать с собой все что там есть так это у нас наемники лулубеи 22 силы тяжелая кавалерия все меня а у меня 21 сила шорт побери так но придется лучников хотя они хуже работают по моему у меня 6 ходов на разграбление так что я думаю я успею прийти главное первым напасть чтобы он своими конями так тут надо значит поставить территорию забить территорию 6 10 10 6 наверно тут поставил давайте так и пойдем этих ребят валить аварис добавил рез и продолжаем железо где еще что добавить еще железо все два железа отлично и у нас какие-то тут здания на железо должны быть нет это на медь видите вот это не строится потому что нету реки нигде ладно пока тогда ничего не делаем в этом аванпосте могу железо обработать в этом рез и что дают вообще самоцветы плюс 10 процентов денег может обработать ну то есть за культуру или давайте будем копить все-таки культуру на присоединение к городам в ашуре 3 территории вот тут пишется сколько территорий в керме 3 ну и в аварисе 2 я в аварисе наверно вот это присоединю когда отобью а нет это могу просто присоединять да просто присоединю эту территорию надо все-таки уже думать где-то видимо еще один город делать это будет еще город интересно сколько территорий правильный городу присоединять хетты стали готами о там кати зеленый разобрался численность населения что я по еде конечно изменила отношение к нам майя и стал кем дружелюбия отлично у нас как бы культура распространилась на ее территорию на атака атакараку вот видите и мы можем претензии высказать сильнее они или нет коник эти слабее куда них армия делать так ладно в аварисе сколько 252 стоит присоединяющим ходом можно будет тут зеленый короче раз а нет они вон пошли грабить наоборот зеленого тут объединимся интересно у нас лучники не апнутся вот в следующих этих слонов так в трех городах у нас а даже нет в одном городе и двух ван постах увеличилось население хетты стали готами еще там что-то обратилось новая претензия доступна гунам нет давайте не будем ничего не будем пока с них требовать объявлять войну я ну вряд ли нумибийц может здесь что-то еще делать я его полностью окружил плавать он явно не может о кстати я могу меч не капнуть воин 19 силы мечеборец мечеборец 26 ну не так чтобы много на самом деле так гуны купили железо кстати показать карты при приму фарфор обсидиан фарфор деньги дают обсидиан производства давайте все покупать сидиан 201 вот это вот видите есть разница да как вести по морю дешевле как когда порт куплю еще дешевле должно стать не куплюсь построен так фарфор деньги краски тут ну давайте фарфор а уже не могу ну вот там слишком дорогой торговый путь очевидно ладно так и открыв карту фортификацию открыли звезду науки получили нашла потрясающую достопримечательность лес якусима но это опять же не чудо природы я так понимаю а вот чудо голубая дыра так озеро хиле но смущается ли у него всегда такой цвет на на редбу похоже да из шестой цилы 50 30 науки за это дали во и мы греков встретили считайте так представимся ну я так понимаю они не вассалы они сами по себе как как они по счету ну плохо у них только краски есть ну давайте только роскошные товары предложим меня сейчас них а нет у них все таки больше так благовония деньги а мне не хватает сейчас хотя бы на благовония хватает я бы благовония купил чтобы больше денег капала так 126 120 120 давайте эти эти было 134 ход стало 150 то есть плюс 15 денег нет это пока на все остальное пока не хватает ну вот собственно 5 культур ухты с этим сколько как уже сколько мелких этих тут может мне все таки как-то с ними начать взаимодействовать и тут родство сто процентов снижена стоимость всех положительных действий давайте им и позже культуру не хочу по что хочу к аварису присоединить вот эту территорию наверно денег давайте им дадим к случаю какая-то розовая он есть ребята ресурсы и торговля смогу них фарфор потом покупать лан давайте денег 2 вход а ну можно и культуру 4 вход все пока так ссорим как взаимодействовать с этими ребятами тут пока а вот он так надо платить только вот да вот отсюда нападать так битва вручную и проблема что у него оба конны но я тут буду стоять закончить развертывание а нет это лучник и мечник какой-то ну окей стреляем стреляем но брату в защите и пожалуй нападу потому что все таки конные против лучников имеют бонус а он тоже к лучнику пошел ай-яй-яй так нам надо этого мечника убивать я наверно даже вот так отойду чтобы зона контроля было и отсюда буду конем нападать правда этот он не может мне кажется сейчас пройти к лучнику и хотя вот так может пройти нет неужели минус лучи выжил фу так тут наверно лучником добьем так давайте смотреть хватит да хватает лучника убить отлично фуф чуть не не потерял лучника 1 но эти лулубей тут я думаю что мы с зеленым вдвоем справимся в ашуре ступу доделали так ну какое-нибудь так здание это у нас от реки пища в принципе много должно дать и давайте сначала вот блин где тут производство от реки вот давайте сначала водяную мельницу потом паводковую ирригацию вот так запчуток сильно по очкам от черного отстаем все равно строительство дали за районы неизвестная культура изменила ко мне отношения пищушь как же она изменила если неизвестная так майя нет не будем требовать с мая ничего зато у нас офигительно религия распространяется были мне может еще и вот эту территорию под забрать она тут стоим лечимся не хочу их за деньги лечить как у нас тут отношения пока плюс 4 но вот крите до сюда дойдем они нас нападать перестанут может мне то же самое с этими но мне кажется тут зеленый будет постепенно во зеленый должен уже их ассимилировать мне кажется хотя и с нами них родство плюс вера и за счет то что мы культурные событие первый календарь только сейчас какой нас год 2448 год до нашей эры ну вообще до изобретение календаря великий день в истории империи теперь когда под вашей властью находятся два крупных города и обширные сельскохозяйственные угодья настало время установить единый календарь он облегчит деятельность торговцев которые переводят товары по всей стране как вы желаете отмерять хоть не но тут солнечный или лунный кариндаль только влияет на по какой в оси развития пойдете типа по традиции или по прогрессу я на самом деле выберу солнечный но чисто потому что у нас уже есть то есть она не перейдет на эту пускай вот остается в этой тире не хочу прям сильно в веру ударяться понимаете беру солнечный но мы тут останемся вот в этом месте по пути к традиции так в аварисе все рез и добавил до которые были стабильность сотка давайте еще ступ построить и тут плюс я так понял что именно за ресурс добавляется плюс к науке сюда наверно поставлю хочу ступы поставить везде хорошие мне кажется районы ну что с этими все еще есть не знаю почему сейчас ну короче пора объявлять войну наверно сразу на на город ждать я думаю что прямо сейчас можно хотя но там этот не будет участвовать у него только мечник он скорее всего внутри будет стоять но я мечником не мечник точнее у него воина у меня меньше давать наверно пойдем на приступ да вот так и встанем как и стать потому что у меня только этот мечник может входить на территорию тут вообще пройти не могу не хватает видите у меня кони не могут сюда заходить ну а этот этого оставлю здесь чтобы он бонус давал мечнику этот катя тоже меня не может атаковать а там есть мечник их три там не имеет не мечник точением не прав это все ополченцы один мечник есть так продолжаем атаки кати и флаг именно здесь то есть если его захвачу то я победю но пройти очень сложно виситом тучу какие-то районы по я не могу все зайти меня в конные юниты туда не заходят еще кати на второй ход продолжится битва но и он не выходит из игра из стен конечно же сюда встанем а кто еще не походил вот этот все продолжится на следующем ходу закрываем выходим на карту в керме порт строится в ашуре все строится пока что я сейчас открою философию и тех могу ускорять еще жителями интересно сколько это будет шесть жителей два хода 6 мин минус 6 жителей чё-то многовато неохота керма расчет о лимит городов видите ушел бы быстро все в 10 культуры с другой стороны научный квартал можно строить школы я думаю научные кварталы имеет смысл делать так как у нас тут битва окну входим захватываем а нет нифига не входим сейчас вот это жалко конечно он сейчас займет но мы ему убили правда меч не а нет это еще и ополченец было меч не где вот такой же не может туда зайти сейчас знаете что мы сделаем что он не смог сразу и вот так встанем и все он сюда не сможет зайти никак и тут станем зону контроля будем держать отлично ну чё он делать будет да блин здесь все-таки может пройти но это не оно конечно внутри города наверное это нормально кстати зато у меня конь встал внутрь позиция как так а почему этот зашел внутрь а этот не не может сюда встать чё-то странно подождите не по непонятненькая мне тут я урон понесу и наверное город не возьму в этот раз вы считает что я проиграю в битву а можно можно их местами поменять прежде я не понял каким образом у меня этот конь сюда зашел а а этот не может сюда зайти почему может потому что этот зону контроля стал тут держать наш наверное минус мечник будет нет он просто пропустил ход да а нет еще ходить могу странно ну поражение считается все не взял город но у нас большое желание войны так что думаю что это проблема продавите при поражении юниты отступают так таможенный союз предлагают гуны почему-то он не хочет по культурному обмену принимать он принял ну все у нас тут все полный фарш от союза так надо синим поторговать 126 120 162 ну благовония наверное все куплю они деньги добавляют 193 вход нормально хочу этот город захватить чтобы это был четвертый город мой вот эту нападу и присоединил уже вот эти территории к нему наверное все таки дубхи к керме надо будет присоединять четвертым кашуру альрубу буду четвертым присоединять ну и каварису четвертым видимо субру так что купим культуру пока не обрабатываю рез и не знаю опять же непонятно если учение свету с пятью научными кварталами этот город может обеспечить светом всю вашу империю пять научных кварталов как бы нам игра подсказывает надо сделать так два три тысячи почти у мая у меня две сто семьдесят две так керма это я построил здесь порт хочу пентиконтр построить сначала а потом наверное научные кварталы да или 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 ступы еще уже везде все там шесть культуры все-таки приятно научные кварталы за каждое соседство что с инфраструктуры еще кстати поводковая ирригация тоже бы надо тут куча рек да то есть давайте водяную мельницу а потом поводковую ирригацию пока так сделаем в аварисе еще ступа вот как раз в аварисе рек и нету тут пока погодим да ну и научные тут мне кажется не очень счастье за счет торгу а где-то я могу гавань строить две клетки озера реально можно тут гавань поставить но это бессмысленно мне кажется две еды и минус 10 счастья амбар кстати можно да ячейка дополнительная появится тут что кузница 15 производства за счет меди получается лес гора давайте кузницу потом можно присвоить новое чудо потому что у нас накопила скульптура но я хочу территории присоединять да блин а он бегут ребята это откуда минойцы неизвестно откуда так как как у нас тут дурку ригалзу ведь они уже больше не нападают так но торговать пока невозможно слушать а как-нибудь будут от лулабан ассимилирован тоже культуру надо тратить ладно давайте наверное пока потратим культуру чтобы кер а блин 567 не хватает дубки присоединить на пату надо брать как не ну давайте этого скаута убьем тоже автоматом сыграю на вот ступил но отсюда пойдем вот этим ребятам мешать конечно нужны нужны вот эта армия но она далековато и здесь стоит так ну короче надо лучников сделать давайте в ашуре одного и в керме один ход строится да и тут один ход вот так что не берется без без лучиков потому что кони не могут внутрь зайти так первый корабль о следующий догмат можем принять и второй догмат я первый принимаю отлично так паломничество что стоимость принятия социального института дешевле отмены социального института дешевле и максимальное количество святынь тут единицы военной поддержки за выдвижение требования тут наука за научный квартал за торговый квартал стабильность и пища от гавани давайте наверно давайте наверно паломничество примем что вот это у меня не построено я не знаю какие районы буду строить а вот это точно будет работать всегда отлично еще одну святыню у нас грабит так но он не совсем то грабит что я думал он будет грабить как нам сюда добраться побыстрее знаете мы я двух коников отделю потому что они не нужны мне для осады вот их я туда отправляю так а сюда я отправляю лучников так в ашуре вообще все построилось что одну еще еще одну святилище строить а подождите а чё не ведется то а так это уже следующий уровень ирригации ну и кузница давайте сначала кузницу у нас много меди в принципе мне бы здесь где-то гарнизон на самом деле сделать аванпосты гарнизоны не могут значит я хотел во первых к керме присоединить дубхи это кстати сколько жителей еще присоединится 4 но ванпосте не может будет больше четырех жителей то сейчас в керме станет 18 есть 18 из 27 по стабильности все зашибись работаем дальше кашуру присоединить будет 657 стоить хорошо когда-нибудь интересно получу награду за экспансионизм где-то нам еще три территории надо но это дорого стоит так ну тут бы я этих просто держал в аванпосте и следил за вот этими всеми ребятами так еще маловато ну тут есть пища до есть еще куда расти я к этому где керма 77 тоже растет через три хода пока у меня самая большая это керма благодаря нубийцам которые позволили себя захватить в талиман снизу это аванпост так верховой бой это мои уникальные юнит из амнахия я бы их конечно построил новая претензия к кому на и пока не будем требовать так что наши культ наша культура сильно влияет на территории кстати на территорию зеленого тоже офигительно влияет и религия как пожар распространяется так сколько мы тут грабить еще пять ходов ну следующим ходом а так подошел зачем-то битва вручную опять отступил короче сколько тут ему у нее пока есть военная поддержка но я думаю что напад а следующим ходами все-таки заберу так это что присоедините аванпост дешевле давайте наверно вот сюда пойдем тут больше ячейка в армии перенос столицы и лимит городов давайте наверно так потом так о они сами блин то что они сами напалит не очень то мне надо было нападать 22 22 ну блин у меня сила слабее чем я тоже 22 эту 21 но мне надо для этого первым допада первым выходить эти чтобы иметь преимущество что я отступлю интересное отступление осушить я реально могу апнуть смотрите мои уникальные юниты апаются в другие уникальные юниты кайф а парня не всадников апаются нет это не совсем то ну кстати наверно все таки мне надо апасть потому что он его способность просто на разграбление так что всадники лучше в данном случае поехали есть всадники так синим торгуем шелк сколько 354 окраски 150 давайте краски шелк что-то слишком дорого эти может торговля без ограничений как те такое у тебя тут есть медь 144 берем лошади 150 берем что у союзничка ничего союзничек как-то вообще очень плохо развивается краски 147 фарфор краски куплю как краски на промышленность или почему не добавляют производства типа красивые вещи получаются так тоже можно конечно всадника улучшить но он тут мало а подождите а вот этих то я могу в сам нахи так понял 180 но следующим ходом кого-то улучшить я не буду сейчас тратить на улучшение всадника странно почему мне так в оплыв водоросли а что водоросли делают что водоросли давайте давайте заедем водоросли посмотри как бы игра предлагает их оплыть но мне не пишет что водоросли делают это вот нарисовано что следующим ходом просто корабль утонет если я не уйду с океана ну по ходу водоросли ничего не делают просто они просто нарисованы и все все сюда встану уже корабль не уничтожится так что здесь об ним сам нахи и и объединяемся мы пошли на пату брать тут с двумя лучниками да все правильно стоит минус 49 просто все минус минус парень сейчас сюда встанет я бы тоже убью следующим ходом а их там четверо блин чувак просто налетел мы сейчас просто встану на этот флаг тогда это он зря вылазил вас грабят все это ставлю сюда и стою на этом флаге то что это означает победу и тут стоим уровень ну видимо все на пата взята я отсюда смогу стрелять вот когда красным помечен значит что я смогу с этой клетки вы можете стрелять нифига себе прикиньте через горы все пролетает на пата взята за звезда воинстве за счет за все по одной звезде получаю и нубийцы все еще есть так но вот теперь если он будет на меня первый нападать то не особо страшно так как ко мне греки относятся доброжелательно отлично я бы святилище теперь в аварисе строил и к нему уже присоединял остальные города давайте светилище вот здесь так только сначала вот так кузницу доделаем в ашуре присоединяемся к обелиску в керме присоединяемся к обелиску один ход видите мы даже не строим грубо говоря в аварисе ничего просто поставили но следующим ходом обелиск там будет готов я не хочу ставить метку это переводит видите зеленый сусили тут реально компьютер ставит метки то есть зеленый поставил метку что он планирует дурку ригал за атаковать а синему хочется этого и этого это конечно интересно дипломатическая фишка для сетевой игры но я даже не ожидал что это и сами компьютеры будут эти метки ставить конечно прикольно но я конечно дурку ригалзу хотел бы ассимилировать сам пусть и может в этих тоже тогда вложить в они не атаковали так сделаем тут буквально три хода так здесь пока идет плюс эти может тоже еще вложим пока не буду территорию присоединять вот так плюс 8 хочет догнать этих хотя бы ассимилировать можно будет за 130 когда вот сюда дойдет что я больше всего раз ну вообще в принципе я в рост тут вкладываюсь да можно присвоить чудо не хочу вот-вот лишаться военной поддержки отдать нападу и стать вассалом эти за где он еще селиться будет тогда теперь вот но мебийцы мои вассалы нападает и четвертым городом стало малый научный прогр прорыв 15 науки аванпост присоединять дешевле звезда науки получена и к нападе присоединяем районы давайте в кокеболке у нас сколько три жителя в талимане 5 из 4 давайте талиман сначала присоединим так и кокеболку тоже сразу он наконец-то звезду экспансии получил и так ничего тут не построено хлев несомненно надо амбар тоже давайте паводковая ирригация вот рек я тут вот тут река три клетки получается да ну не знаю с реками пожалуй пока нет кузницу давайте пока дальше поставлю так у него остались два скаута как я понимаю и у него единственное место где поставить только вот это вот все существа от как раз и устремится видимо вот это место и вот это место но тут первые от напали опять это у меня посильнее юниты поэтому посмотрим как они тут действовать будут он первые варвары первые нападают поэтому да у меня сильнее просто юнит то что нормально что я напал имеет смысл оси издалека не походу не у не имеется что просто атакуем может это и постоять хоть вот сюда на возвышенность о я чё так больно из-за окружения наверное фак это я ошибся я ошибся так но этот минус а вот этим давайте сюда на возвышенность встанем и про атакуем блин я могу потерять этот юнит мне кажется вот из-за ошибки что я позволил окружать совершенно забыл об этом и он убился от меня ну потерял немножко больше чем планировалось давайте пока сюда с и даже я катя не очень понимаю откуда эти были ребята напавшие какие интересные остров факта не нападение принимаю к я ну и тем больше мне там на синего нападать что-нибудь торговать есть шелк они индепендент покупаем ловли импрессив от культур ванда дат микс милан тапула от майтой блок санга crazy блин кстати а может мне как-то успеть самому занять эту территорию давайте кто с быстрее бегает 7 ходов 7 ходов вот этого так как-то надо быстренько занять эту территорию вот эту мне хотелось бы чтобы эту еще и нубе еще заберет ладно фиг с ним а вот эту в центре прямо не хотелось бы отдавать так капнула всадников ну а этим наверно вся смысл тут стоять надо да вот эту армию вести тут уже мне никто не может мешать а тут все за занял да то есть надо куда-то знать пока сюда поведем чё ваш шурим кузнецу достроили святилище достроили районы 4 науки 4 науки шо производственные ухты 22 производства давайте его поставлю в керме 8 науки и в аварисе все чё в аварисе никто не хочу пока ну блин тут буквально в одном месте река течет знаю тоже как-то не охота юниты он давайте этих сам нахи построим о я уже могу следующую эпоху переходить и давайте пока нет он майя на две звезды отстает за счет чего я получил две науки 3 воинственность 4 экспансия 5 строительство и 6 7 сельское хозяйство ловли банок это чудо видите если он под вашим контролем будет плюс 5 влияние 10 стабильности и город плюс 10 то есть я бы вот эту территорию то есть мне нужно чтобы туда попасть мне нужно вот эти транспортные галеры открыть поэтому давайте сначала транспортные галеры откроем тогда у меня юниты смогут туда переходить давайте давайте мечника как раз поведем прирост населения блин а это состояние тут я уже думал пропал это пока только состояние он не пропал еще плывем тут мечника где мы тут сможем спуститься на воду вообще это просто свою тут одни сплошные только здесь ну ведем сюда тогда пока пишу он не может спускаться на воду пошло с галеры не открыты так но мне придется где-то здесь аванпост ставить иначе следующим ходом синий захватит это дело куда у меня добью а ну хотя у меня много места да я даже тут смогу я вот тут чтобы побольше производства тоже было ну все синему только вот эта территория остается плавать он не умеет явно мифы и чудовище ваша империя широко известна как оазис учености и познаний стране царит мир и философы со всех краев света стекаются в ваши города чтобы обмениваться идеями один из них посвятил свою жизнь изучению великого небесного пламени что восходит каждое утро и садится каждый вечер этот философ утверждает будто солнце вовсе не божество а огненный шар расположенный на огромном расстоянии от нашего мира разумно ли будет сделать его открытие достоянием народа так это у нас к прогрессу постепенно пойдет и учеба добавится на 4 хода плюс 5 наука по что во всех городах во всех четырех городах еще и шанс вызвать очередное сюжетное событие а тут фанатизм наложится плюс 25 процентов веры сохранить миф давайте хочу сохранить миф я хочу на весь континент распространить свою религию честно скажу вам так что давайте плюс 25 процентов к вере оставим будем фанатиками ведь я даже наверно сейчас побегу эту территорию попробую занять ну что может начать уже немножко возбухать на черного мы зависим от поставок из этой империи империя зависит силы равны кстати силы равны купим фарфор мая югер давайте потребуется отдать территорию атака рака военная поддержка плюс 10 из-за насилием а а я фигасе все все торговые пути стали заблокированными из-за моего требования не прожили что-то или это там у них какое-то насилие это пока время заблокировал это не не отменен а вот три уничтожены самоцвет иметь и два самоцвета иметь мая уступили вашим требованиям а они отдали мне территорию теперь это атака рака моя территория а вот почему отменилась медь и драгоценности потому что они просто моими стали ну логично если я вот это заберу как бы вот моя империя будет вот так вот по диагонали я так думаю что мне надо еще у зеленого аркалис потребовать это логично а что ну давайте сначала аркалис потребуем дальше вот с торговыми путями уступили то есть опять же вот видите как влияние культуры на действует и давайте в кризисе угнетение прошу можем потребовать отдать территорию не отдавать и отдавать территории не будем требовать в данном случае я думаю тут моя религия сама будет очень нехило распространяться так херма еще одну ступу можем наверно ступа уже не будем шелк обработаем что по зданиям промышленную кузницу кстати можно я думаю что и лесной склад тоже можно у меня лес и лесистая местность тут вроде как есть я не знаю может как бы в этом идея что они не показывают эти здания что типа вот ты построишь лесистую местность я тогда увидим вот видите например плюс 2 я построю это здание тут станет 3 производства на самом деле то есть типа сначала построить чтобы потом видеть сколько это дает как-то так имеется в виду но и скрипторий надо уже строить у меня видите уже в этом городе 5 ученых сидит так торговые экспедиции готовы это я смогу плавать через море вот теперь видите нарисовано что он может переправляться нельзя почему я тут нарисовано плывать вот эту клетку например а все кариф короче заканчивает перемещение так может и кстати наверное водоросли тоже заканчивали перемещение просто так получалось я прям там и заканчивал свой ход ясно короче водоросли и риф заканчивает перемещение судно надо иметь в виду ребята так вот он тоже туда отправился к этому району чтобы его захватить как ближе всего вот это заберу и прям все зашибись будет так в ашуре у нас три территории в аварисе три территории в нападе три территории и в керме 4 должно быть да ну себя уже уверенно еще звезда эпохи в этот раз за деньги так моя моя одну звезду осталось нет не будем что требуется хорошо что они аннектируют лубанку что они надоели на меня нападать так а вот дурку ригалзу как у нас тут идет дела о плюс 11 и кстати уже могу с ними торговать по идее фарфором блин плюс 40 денег вход по моему добавилось так плюс 11 покровительство а у этих плюс 4 но должен обогнать неизвестно кого кстати где вот как этот розовый их встретил вообще где он вообще с какого-то другого контента как он их мог встретить ну только если конечно обменялись картами с майя например но вообще это очень странно так карта небес наша империя может по праву гордиться своими научными достижениями теперь же талантливая и усердная ученая дама родом из нашего крупнейшего центра наук города керма представила нам атлас небес в котором звезды сгруппированы в созвездия их ход когда-то подвластный лишь богам теперь становится доступен человеческому пониманию как мы распорядимся такими знаниями так либо в военных целях и это идем по геополитической оси дом накладывается статус орлиный взор плюс два дальность обзора либо для образования идем по коллективизм статус инвестиции давайте коллективизм больше науки чуть меньше денег не страшно так он он бежит даже в занять место кстати где нам тут поставить а игра где-нибудь еще мне рекомендую чего тут еще не заняты но я конечно что они пойдут у меня тут единственная территория не занятая рядом со мной она вот сюда 46 нет давайте вот сюда горе 412 поставим ашур производственный район построен скрипторий и сам нахию так сделаю нет туда мы не пойдем собирать утонет кораблик наверное объединимся с этим полком то есть вот это дурку ригалзу это будет мой пятый город и к нему я тоже вот присоединю вот эти территории как-то распределить чтобы одинаковой территории было ну и можно дальше сидеть домики строить видимо так со всеми вроде хорошие отношения здесь давайте промышленный райончик я бы наверно уже переходил в следующую эпоху я где-нибудь строю ступы мне кажется нету смысла нету смысла уже ждать дальше следующим ходом короче возьму следующую культуру это карака выросла опять для почему неизвестны мне культуры ко мне начать по-другому относиться они вот ахоминиды все это хоминиды мне их показывают но я их не встретил типа греки купили шелк посмотрите у меня 6 шелка которые дают плюс 12 за промышленный квартал производства соответственно например в ашуре у меня 2 промышленных квартала и значит должны давать 24 производства к сожалению тут отдельно не написано тут 48 но 48 это не только от шелка это еще например от красок 40 промышленность подожди ну вот не очень конечно понятно вот 48 от драгоценных ресурсов вообще 32 от ремесленного квартала просто от квартала или вместе с этими рессами вот сколько вот этот дает 16 до этого это чисто от кварталов этот 1632 но он 16 дает почему вот от шоу вот куда шел видите вот куда шелк добавился то есть вот сюда 12 от шелка идет сам по себе шелк 12 то есть она сюда добавляется и сюда добавляется но во многом не очень очевидно несомненно пусть я набер как бы вроде понимаю куда смотреть это долго еще а вот новый человек начинает играть и у него вопросики сейчас проверю можно ли с кем-то еще торговать куда у него рез иди а он ни с кем не воюет случаем но вообще символ воевал то я бы наверно воевал да у него мир и союз фарфор можно купить тут уже все договоры есть какой-то кризис типа был так что с греком всем торгуем давай открытые границы с греком отлично ну вот весь открыли вот у нас плывет чувак давайте подумаем куда нам тут она предлагает тут сайт ну давайте так и сделаем так об ним сам нахью все бедным нуми бийцам нубийцам вообще уже негде ставить города ну и он может быть куда-нибудь сюда пойдет скидту где-нибудь поставит я вообще не возражаю может его там кто-нибудь добьет так что с дурку ригалзу следующим ходом мы сможем их засоюзить тут ну давайте пока тут стоять не знаю у меня вроде нормальная армия распределена мне бы вообще в морские юниты идти как мне кажется типа на другой континент плыть и срубежные фарпосты какой-то да патрон раскрылась это видимо для того что я могу теперь минус 10 процентов при покупке и лимит городов увеличился отлично так я могу теперь за союзить дурку ригалзу видимо тут поэтому начать ассимиляцию и каждая культура большая маленькая это кирпичики из которых складывается цивилизация пятый город давайте к нему присоединять массой массу арим наверно присоединю а вот тут хедус или атака атака раку вопрос давайте атака раку эти центральные просто не к нескольким городам могут относиться пока так сок у меня территорий ну фарфор после я присоединил можно требовать репарацию у гунов отдать территорию давайте пока не буду требовать моя какую-то претензию прощает а типа что я ее союзника присоединил ладно вот сейчас уже пришло точно время выбирать по ходу я первый да давайте новую возьмем меры производства дает возможность переводить города в режим промышленного рывка что вообще тут у них барай промышленность за население вообще это прикольно давайте кхмеров возьмем я прошло вот опендев играл чисто через научные все культуры хочу не брать вообще научные в этой игре давайте кхмеров переходим новый уникальный юнит барай интересный район он дает производства именно от количества населения и за каждое соседство с рекой между прочим так что это круто будет ну и думаю как раз на этом логично закончить серию с переходом это мы в средневековье вышли я так понимаю так демоникс там спрашивал как вообще наука идет да это средневековье но вот в данном случае немножко отстает но в принципе я вышел по науке что можно дальше идти открывать техи это при том что я как раз в науку то не вкладываюсь особо поэтому мне кажется что в принципе норм так сейчас немножко уберу свою рожу посмотрим до майя уже тоже могут принимать следующую культуру но хотя я от майя все еще отстаю на 900 очков несмотря ни на что майя там круто именно надо этих чудес себе забить за собой чудеса и построить это много очков даст то это уже следующей серии спасибо что смотрите не забывайте пожалуйста про клипы на понравившиеся моментах делать ну а спонсоры канала продолжение могут прямо сейчас во вкладке сообщества поискать для всех остальных она выйдет завтра играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока в комментариях Субтитры создавал DimaTorzok